Внедрение централизованного бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Кыргызской Республики в рамках совершенствования системы финансового управления, а также в целях обеспечения прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, повышения качества финансового управления за счет формирования единой информационной системы, Министерством финансов Кыргызской Республики принято решение провести кардинальные реформы по введению бухгалтерского учета одновременно с применением единого плана счетов в секторе государственного управления. Разработанный единый план счетов включает 7 сегментов и состоит из 34-значного кода. ЕПС позволяет ввести учет хозяйственных операций по кассовому методу и методу начисления. Единый план счетов, далее ЕПС, является инструментом для введения бухгалтерского учета и формирования отчетности бюджетными учреждениями, полностью интегрированной с бюджетной классификацией Кыргызской Республики. И его внедрение не приведет к изменению действующих принципов бухгалтерского учета. Если план счетов приемлем для бюджетных учреждений, то ЕПС приемлем как для бюджетных учреждений, так и для центрального казначейства. С изменением структуры Кабинета министров Кыргызской Республики и внесением изменений в ведомственную функциональную и экономическую классификации, министерством внесены соответствующие изменения ВПС и руководство по его применению секторам государственного управления. На сегодняшний день министерством разработан и утвержден приказом от 3 апреля 2023 года номером 1П обновленный единый план счетов. Разработанный единый план счетов включает 7 сегментов. Казначейский идентификационный код, далее КИК, бюджеты, источники финансирования, программы, ведомственная классификация, функциональная классификация, экономическая классификация. Сегмент экономической классификации ЕПС представляет собой структурированный перечень элементов, предназначенных для учета операций бюджетных учреждений, в том числе казначейства. Каждый элемент и все вышестоящие статьи, образующие уровни экономической классификации, имеют свое название и цифровой символ – код, состоящий на низшем уровне из 8 знаков. Экономический сегмент ЕПС включает в себя элементы, которые делятся на 8 групп. Раздел экономического сегмента, начинающийся на цифру 1, предназначен для учета денежных поступлений, притоков, связанных с получением бюджетными учреждениями и администраторами поступлений доходов. Начинающийся на цифру 2 предназначен для учета денежных выплат, оттоков, связанных с расходами бюджетных учреждений. Начинающийся на цифру 3 предназначен для учета как денежных поступлений, так и денежных выплат по операциям с активами и обязательствами бюджетных учреждений. Начинающийся на цифру 4 предназначен для учета активов. Начинающийся на цифру 5 предназначен для учета обязательств. Начинающийся на цифру 6 предназначен для учета чистых активов. Остатки по элементам чистых активов в дальнейшем используются для подготовки отчета о финансовом положении. Начинающийся на цифру 7 предназначен для учета признанных доходов. Данные элементы являются временными, и в конце каждого месяца обороты по ним закрываются на счета чистых активов. Начинающийся на цифру 8 предназначен для учета начисленных расходов. Данные элементы являются временными, и в конце каждого месяца обороты по ним закрываются на счета чистых активов. Система бухгалтерского учета предусматривает Учет товарно-материальных запасов Учет расчета заработной платы Учет дебиторской задолженности Учет кредиторской задолженности Учет расходов и доходов Учет основных средств и нематериальных активов Планы на будущее 2024-2026 Внедрение системы централизованного бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Кыргызской Республики для сектора государственного управления с применением ЕПС 2027-2030 Внедрение системы централизованного бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности В соответствии с распоряжением Кабинета министров Кыргызской Республики от 14 августа 2023 года номером 468 все бюджетные учреждения сектора государственного управления должны работать в автоматизированной системе централизованного бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Кыргызской Республики Внимание! Для получения доступа к системе необходимо иметь облачную электронную подпись для юридических лиц и пройти регистрацию в Управлении информационных систем и модернизации министерства Контактные телефоны 62 65 78 62 53 13 Добавочный 17 20 17 21 Для начала работы следует запустить программу Mozilla Firefox или Google Chrome В адресной строке введите адрес. При корректном вводе адреса должно открыться окно авторизации, в котором необходимо нажать кнопку «Войти через ЕСИ» «Авторизация» После система перейдет в единую систему идентификации «ЕСИ», где необходимо ввести свой идентификационный номер паспорта и нажать на кнопку «Далее» Выйдет еще окно «Ввести свой пароль» и нажать на кнопку «Далее» Далее выбираете организацию После выбора организации необходимо нажать на кнопку «Получить пароль через электронную почту» После нужно ввести пароль в программу Все, вы вошли в систему. Система централизованного бухгалтерского учета позволит получение точной и оперативной информации о финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, а также его имущественном положении посредством формирования финансовой отчетности в онлайн-режиме, осуществлять контроль посредством процедур учета над сохранностью и целевым использованием имеющихся в бюджетном учреждении активов. Централизованный учет в единой программе позволит организовать более строгий контроль за своевременностью, полнотой и точностью сумм, относящихся и бухгалтерскому, и бюджетному учету. Предоставлять информацию, необходимую для составления бухгалтерского учета всех уровней бюджетной системы. Обеспечение прозрачной информационной среды ведения учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Оптимизации расходов в целом на содержание бухгалтерских и кадровых служб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова